Доброго дня и хорошего настроения! Как видите, снег уже у нас растаял. Каждый день почти идут дожди. И сейчас тоже дождик моросит. Вот что с моей мультифлорочкой случилось. У меня дома желтая есть, вот этой розовой нету. Она сейчас засохла. Вот такая она, бледно-розовенькая, такая оранжевая даже. Вот ее надо будет собрать. Беру я маленькие череночки, где она там в корнях. И вот эта фиолетовая, дома красиво цветет мультифлорка. А на улице она вообще почти не зацветает. Тоже у меня ее нету. Это чтобы сохранить. Мне, чтобы не пропал у меня. Если замерзнет цветочек, у меня дома сохранится. Вот такой любимый мой сиреневый. Ну, как видите, морозом тут все побило, конечно. Темная такая, фиолетовая у меня так и не зацвела. А она почему-то все время не успевает. Очень редко цветет. А дома красиво цветет. Юра убирает все с участка, что у нас тут. Потому что дожди идут, грязь такая не пройти. Сейчас немножко вчера было поменьше дождя. И сейчас с утра чуть моросит. Поэтому Юра у меня тут на участке убирается. Высадила я свои розы, которые у меня дома стояли. Даже взяла для эксперимента. Вон, понатыкивала просто так. Но я не думаю, что они там перезимуют. Конечно, что-то будет с них толк. Они без корешков, без ничего. Ну, посмотрим. А эти вот все подписанные там в баночках. Все стоят. Юра пошел светильнички убирать. Все, уже пора. До следующего года. Красоту убираем. Всем большое здравствуйте. Осенние работы. Ветер поднялся еще. То снег, то дождь. Никакая грязь такая. Никак не дает ничего делать. Поворчать хоть немножко. Ну да. Вот эти заборчики тоже сейчас в этом году. Я все их убираю. Они уже изжили свое. Надо будет тоже выдернуть их. И вот эту траву потом немножко оборвем. Грести граблями невозможно. Все мокро. Чувака сплошная у нас. Я взял за эту лицо и выдернул. Ну и ножка осталась. И ножка осталась. Еще одна. Красиво светили. Вечером. Ну, моя камера не берет. А вечером хотела снять. Посмотреть. Но камера не берет. Так, где-то ножку одну оставил. Ну и ладно. Одну эту лилию или кто она там. Я унесла. Домой. Ты кепочку только выдел. Тебя только одной козырек и видно. А личика вообще не видно. Личика не видно из-за кепки. Ну да. Где же там уточка потерялась? Не не видать. Накрыл там в углу, в углу. Да, вот где ты смотришь. Там, наверное, она. Так, надо туда пролезть как-то. Под травой вот завалила весь. Траву на прудик завалила. Сейчас я залезу. Я приблизительно знаю, где она. Ой. Главное, не нырнуть в воду. Ой. Вот так убираем. Что-то я ее тут вообще не вижу. Она что, утонула? Где-то спряталась. А я ее не забирала домой случайно? А может ты забрала уже? Что-то я не помню. Ее нет нигде. Вот она. Спасенная уточка. Выплывает. Выплывает-то. Вот она. Все. Сезон кончила. Поплавала. Вот она. Ага. Спасли. На домашний обиход. Ну и заборчик уже отслужил. Тоже его убрать уже надо. Или оставить еще, вдруг пригодится. Что он целый? Целый? Да? Что ему? Он же сколько лет ему? Пять лет уже. Из грушевых веточек это. Все живой. Ага. Душим. Подкрасим. Подкрасим. Ну пусть пока будет. Но тут я по-другому что-то хотела делать. Поэтому. В принципе. Трава дожди шли. В этом году как все разрослась трава. У нас тут из-за дождей. Да, лето было, конец лета и осень у нас вообще невероятная. Сплошное болото. Хорошо я затолкала. Вот это ты затолкала. Ага. Я молоточком. Молоточком старалась. У тебя под ногами такой сорняк шикарный вырос. Да? Ага. Сейчас не выпустим. А то мы тут в огороде некогда заниматься вообще. Занимались подвалом там. Заливали себе уголок, чтобы стеллаж делать под банки. А то все, руки не доходят. А тут как, взялись бетонные работы у нас. Целый месяц бетонные работы. То обмостки-то. Зато сделали, что намечали. Ну да. Вот только с баней ничего не сделали. Больной вопрос у нас. Ребятишки с командировок не вылазят. Когда им там помогать нам. Приехали, уехали, приехали, уехали. И дома что-то поделать еще надо. Так что рассчитываем только на себя. Да. Вот так вот. И живем. Понес. На чердак закину. Георгин у меня в теплице. А то они в прошлом году, мы их в подвал положили. Они у нас как проросли дружно. Пришлось это обламывать. Вот все тут подписанные по сортам. И вот разложены. Пока держим тут. Вот так тут. Сверху укрываем потом их. Капустка у нас все так же накрытая. Не стали мы ее открывать, потому что дожди идут. А там под целлофаном, чтобы она мокрая не была сильно. Хотя я не знаю, какая она там. Хоть заглянуть что ли. Решили посмотреть, как капустка. Ну, когда... Листик подморозился. Здесь было морозе. Что касалось, это самое, это ткани. Немножко подмежно. Ну да. Ну ничего такая твердая. Нормальная. Хорошая капустка. Ну, а качан большой, плотный. Какой-то он белесенький как будто, а. А? Белесенький какой-то что-то он. Или что, и света может не хватает? А может она так будет хуже храниться, то, что мы ее накрыли, а? А? Света может и не хватает. Ну да, там ткани и это все. Давай откроем ее. Давай откроем. Я тоже так думаю. Открывай. А вот эту мульчу, рядом подсажен чеснок, надо будет потом мульчу на чеснок положить. Это мы городили бегом-бегом. Тогда морозы ударили. Приличный. А Юра, а ты с одной стороны не открывай. На одну сторону. А, на ту сторону. Ну давай на эту. Давай-давай. То убирай, а на эту закинем. Это южная сторона. Это самую сюда положим, потому что там мульчу брать надо будет. Я и так возьму снизу, достану. Где-то открывай, туда накроем. Угу. Там пузыреплодник у меня не на месте растет. Попер в этом году. Такой громадный, с малюсенького вырос за один год. Надо, это я черенок сюда посадила, думаю, а потом пересажу. Возле Юры там он. О, какие у него листики красивенькие стоят. Юра говорит, зачем тебе их так много? Мне прямо, я, очень нравится. Пересаживать? Ну да, весной только. Так, ну все. Ой, как нормально. Нормально. Ну внутри-то тебе посредине, конечно. Это вот крайняя. Она ее, конечно. Кот, кацнула, кацнула. И последняя может быть. Сейчас посмотрим. А там ткань, чтобы не завернулась. Это ткань, не мокла, наверное, с никидой. Келлофан-то пускай моклый, да? Да, ничего страшного. А ткань, может убрать ее? Ну, может и убрать. Или будем накрывать. Два градуса мороженого, ничего страшного. Не знаю. Ой, ноль. Ноль. Ничего страшного. Хорошая капустка, громадная. Вот это вообще, вообще, как по руке пока. Ну, Юра, потом будет рвать ее. Что-то она тут немножко поджелтела, конечно, внутри. Это поменьше, но тоже очень крупная. Короче, капусты много, нам хватит за глаза. Ну, Юра решил все убрать. Ну, она там мокровата, конечно, надо подсыхать. Она под пленкой решили убрать. Морозов-то не будет, там один-два. Я еще никак не обрезала деревья. Вот здесь кончик уже подрезала. А теперь вот эти ветки надо укоротить боковые, чтобы вот этот кончик у меня не был ниже вот этих боковых веток. Они, вот эти все боковые ветки, должны быть, ну, погода, все темно, темно. Они, вот эти ветки, должны быть пониже вот этого центрального ствола. Все это надо обрезать. Все веточки, что внутрь растят, убрать. Ну, я поубирала, вроде бы все уже тут так. Вот там две ветки только разобираться надо. А на этих яблонях, игрушках, не знаю, когда я что успею сделать. Вон, что творится. Резать, резать мне. Моя любимая яблонька так листья не сбросила. Которые мы почистили, вот там нету листьев, это мы все пообрезали. А вот эти, где остались, так и держатся. Вот это все мы пообрывали. Тут я даже веточкой ломала, потому что все замерзло, надо обрезать. Резать надо, резать. Вот это все у меня работает. Поэтому вот когда снимать, когда столько работает. Срочно надо подсыпать, сжималось. Обрезали, а там как крышки у нее почему-то. Там земля видно. То ли мураши, то ли мы когда перегной накидывали. Это тоже я снизу все обрезала. Но там все нормально, ничего нету. Надо Юре сказать. Юра зовет меня, брокколи наросли. Морозы стояли, а на вот понарастали. И шишечки надо собрать будет. Вон она какая красивенькая. На этой есть, а на этой нет ничего. Не на этой есть. А, вот это маленькие. Нет, тут почти нет. Малюсенькие есть. Ну, я же их слежал. Какая она зимостойкая. Земельку брать надо. Ну да, вон. Подсыпать. Голые корни. Как так, такого никогда не было. Именно на этой, на одной. Это вот пирогной мы привозили. Может быть, потом граблями эти я собрала. А корни я не видела. А, подкинем. Мурчие решили подкидать. Только чтобы мышки-то не заводились. А, они сжрут. Помнишь, нас когда пообъедали? Хорошо. Мне кажется, землю надо. Ну, значит, землю надо. Значит, землю возьмем. А? Значит, землю возьмем. Вон там, вот, земелька возьмут. Где смородину садили. Смородину садили, там, вон она, в горке. Можно ведерко сюда подкинуть. Здесь вот смородину насадили. И на земля пооставалась. Можно отсюда земельку взять. Сельдерей. Часть выкопали, а этот еще не выкапывали. Даже не знаю. Оказалось, что нам его не очень можно. Не полезно. Хорошая. Ну, она когда мокрая, хорошая, да. Она жухая была, хорошая. Да. Красивая. Ну, и хватит. Юра, мокрая, тяжелая, хватит. Не, не надо на поверх. Конечно, мурчу отодвигай. А земельку, а потом уже сверху можно и мурчить. А то, правда, ты говоришь, вдруг мышей заведем. Да, снимать тут у нас? Конечно. Темно, ничего не видать. Кругом сплошной хаос с такой погодой. Вообще не дает ничего делать. У меня первый раз деревья не побили. На эту вот побелка на деревьях прошлогодняя. Не могу я. А, я весной еще перебеливала. Она почему-то обсыпалась у меня плохо в прошлом году. Тоже дожди осенью были. Всю побелку мне посмывала. Мокрец прет везде. Раскислять надо почву. Да, ну, почву. А перегной кидаем, она... Дожди. Нормальная у нас почва. Не, почва-то нормальная, но... Нормальная почва у нас. Вот. Все. Корешки укрыли. Не знаю, что мне, конечно, видно у нас. И такое вот бывает. Тут она сильно к земле много наросших было, их обрезала. И, видно, вот из-за этого они корешки надавали. Ну, вот, сделали. Работы еще много впереди. Да? День большой. Сниматься много не уже некогда. Работать надо. Всем до свидания. До скорых встреч. Пока-пока. И красиво, и им повезло. Мои дорогие, я тоже буду заканчивать свое видео. Спасибо за внимание, что были с нами. Посмотрели это небольшое видео. Нашу маленькую. Кусочек жизни нашей маленькой. Пойдем и дальше работать. Немножко поснимала. Тут снимаю барбарис у меня красный. Вот такой вот темный. Этот ярко-красный. А вот этот почти черный. Но этот куст весь такой подсыхает почему-то. На нем мало барбариса. Надо его хорошо обрезать, обновлять. Пока-пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok